садись тут маленько так с миром добрый вечер вот и батюшка пришел наверно до владимира тоже но как как дела слава иисусу христу слава господу нашему а мы из храма только пришли сейчас буду искать где у меня канон андрея крецкого на три ступени то чтобы дать другим располаг тут одно дело я потом тебе напишу еще одно надо пообдумать хорошо без вас не обойтись ну давай еще есть я сейчас тоже минут минут через 45 в храм идем у нас тоже храм батюшка приехал сегодня слушаю давай ну вот игнать тихонович хотел бы я у вас посоветоваться узнать ваше мнение я вам скидывал вы видели делал один алексей виноградов то есть православный делал подборку всяких взял то что вы говорили про святые мощи о том что святые ему сами запрещали их вынимать и он сделал там какую-то подборку какое-то объяснение этого всего я вам скидывал вы это прочитали да да вот хотелось бы чтобы вы как-то мы можете как-то прокомментировать это еще там прокомментирует вот там вы увидите это разгорелся то спор почти что надо было с ним разговаривать не надо по-разному надо не надо дело-то покажет дело в том что застолбить здесь а на одном предложении надо прах ты и прах возвратишься а сказали там феофан затворник говорит так священник там или епископ говорит я благословляю а бог говорит я не благословляю и что будет утверждено вот и весь ответ никуда не надо ничего говорить он может тысячу набрать дамаскиных показывать но они пусть объясняют что слушать люди которые живут на грешной пропитанной крови земле или слушать бога который в райской обители это говорит и все он ни разу к этим стихам не возвратился никак одну местную зачем говорить те люди ответят за себя ян златоуст программе говорит это надо запомнить эту фразу я привожу привожу к вам говорит слова владыки а вы человеческие заблуждения это не один к одному это не равна ну давай повросили вместе христос говорит прах ты в прах возвратишься до рождества христа так и было теперь новая заветная церковь стефана побивает камнями и что и похоронили почему они стали его кромса отрезать фаршировать или где-то его выкопали нет а это что незнание бога огромная огромная яма вырыта да вы еще и что если анти имени все признаю но я должен сказать что это все вопреки воли божией бог сказал ты прах почему вы не меняете первую часть тогда создачи человека не из праха нетленным и главное как нетление показывает праведность как границу переступит в греции у них наоборот если его раскопали через кажется пять лет он не сотлел снова его кладут закапывают еще раз а третий раз просто в море бросает и все как грешник у них считается за святостление и показывает там воробьевский когда осматривает один тоже берет ой череп то желтый желтый это значит святой и сидит этот череп целует ой ой значит живого бога недостаточно нужно еще на мертвецов таскать ну к тому после этого да что они ошибались тут нет не просто ошибались а шли против вот человек умер умер в раю нет не умер за раем куда куда прах а куда пророки все пошли в прах ну мы дальше дальше разговаривать а которые написали анда москин я за них не отмечаю если бы не было сказано прах ты их прах возвратишься тогда бы это было достаточно на любого святого мозги сосластью здесь мы не можем напротив стоит стена в него разбиваются все прах ты и прах возвратишься все и другого нет нигде апостолы стали резать нет пророков как всех похоронили ну нет другого нигде так что они вот там метрофан от на другое там есть православный сайт какой-то и он там грех на меня нападает а он приводит приводит там зачем приводить то все арфим саровский прямо говорит когда дух святой покидал меня я ошибался если он это осознает а когда дух святой покидал и мы же этого не знаем да и зачем мне он нужен то когда бог сказал где бог сказал вопросы сняты против говорит антихрист а где это известно первое послание иоанна 2 глава 4 стих все на этом не а это не веря в бога а если господь верите мне любите меня соблюдите мои заповеди и мое имя слова вначале было слово у бога никуда его не выпускать его зажимать этими клещами и перемалывать ему говорит чтобы у него ни костей ни мяса не осталось прах ты и прах возвратишься теперь назовите хоть одного святого который сказал бы меня режьте а что запрещали таких было много и бог наказал но представь патриарх рукополагает стоя внизу а симеон столбник вверху и он пришел его рукополагать жить только за для того чтобы он его мог короля своего императора благословить больше ни за чем протянул руки даже не касаясь это нарушение должен евангелий был положить все положено как что делает то и что умер на память взять несколько волосок раздались гром и рука отсохла отсохла она повисла как плеть а то кто сделал не он он умер значит богу это не угодно было так это друг его патриарх несколько волосинок и возьмите там вот она какая мелодора там была на этих на островах то который за ней ухаживал приехал она умерла он руку отрезал корабль не может сдвинуться с места вернулись назад лу руку приложили корабль двинулся вот смотрим антони великий ну и ларион великий и они все прятались они ничего не могли сделать это как эпидемия пошла где-то они ушли где-то замуровали себя пещере и монахи не могли найти моисеев могил никто не знает архангель михаил то спорил о теле моисеев с дьяволом и один из вариантов считается что дьявол хотел из него кумира сделать как из матроны господу не угодно это было больше ему ничего не надо все его доводы прах если ты не веришь богу говорит представляет его лживым и поэтому а лошадь сатаны но бесы веруют а эти не веруют а они пошли дальше бесов ты его замкни просто приткни его трезубцем и разговор окончен ни шага он там разглагавальствует собирает кого-то зачем мне это а их там там сотни или тысячи какая разница со мной господь а с вами нету он ни разу не ссылается на священное писание ни под каким видом а как он будет ссылаться то когда там прямо вопреки идет прах ты и в прах возвратишься и осипа когда вынесли что они резать стали нет в гробницу отцов и так всегда было всегда и вот это поветрие пришло теперь начали как андрей кураев говорит говорит нанотехнология в каждом доме хоть микрончик на цветовую щипнуть а ну то чисто дикарское отношение я убью врага я съем его сердце я буду такой храбрый как он что тебе это даст вот чудотворный там этот муниос носился пока не убили иконы нигде нету по сегодняшний день убили доносился иосиф монет теперь хоронят и святость надо когда первая коренция 4 5 запрещает канонизировать запрещает проклинать ну почему не слушается то не судите никак прежде не как то есть ни на право не налево прежде время доколе не придет господь и не осветит сокрытое во мраке а он не пришел еще и тогда похвала будет каждому об этом грифатором коринфянам 5 10 всем нам долежит предстать предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое а здесь а многие дела сокрыты по делам его не могут даже определить а какая нужда то есть веры в бога нету и ищет заступников но как мы же идем к президенту там идем помощником то есть по образу небесного построя у нас царство небесного по образу земного строит и никто не дрогнул доказательства не то что глупые а просто богопротивные и всегда так вот ты пришел губернатор прямо к нему прошел я говорю нет секретарь прямо тут тоже мы секретарей сделали а ведь было сказано сделай все по образу небесному все перевернули с ними разговаривать никак нельзя они неверующие я думаю сегодня голоди говорил ой 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 если бы я не обратился то почему я обратился сразу потому что душа рвалась к богу вот я узнаю брошюрка атеистическая я два экземпляра беру пошла божественно бывает с на страна листике с одной из другой а если этот возьму туда и тогда из другого и тогда друг под друга леплю свою тетрадку делал а что есть библия я не держал в руках слова евангелия у нас не произносилась вот этого ну а как ошибка или как сказать не выпускай где-то еще можно что-то придумывать но здесь никак нельзя прахты вся впрах дай я щадо адама и впрах возвратиться должен да вот почему епипане сказал не искушайся когда он на корабле болела матрос проходил мимо то и он думал еврей вот еврей вот узнать был обрезан он или не обрезан а видимо ну раздевать и легче был он говорит не искушайся и когда он умер он подошел поднять полок он как дал ему ногой это сапожищем то он головой об палубы и душа вон он его предупредил мне говорят вот пишут а вот поверьте игнати канонизировать будут и резать будет когда мы из могилы вылетите все я сейчас хочу напугать вот и весь ответ самое главное то вопрос то сам такой ну уж один человек допустим да говорит то что надо похоронить другой говорит что надо резать и на чем спор как может быть вообще на этом на этой почве спор до того что чуть ли не анафеме передавать это уж вообще смешно даже если бог бы велел ну уж по крайней мере надо замолчать вы искать ну я вот я как церковь как вот принято я так верю но зачем из-за этого делать какое-то я не знаю еретиками какими-то это вообще это все сатана сделала теперь они стоят мощами обложились и ты еретик ты не с нами а когда покупали сколько эти еретики это едут с целыми чемоданами кости везут греции то потом разобрались в одном месте брали кости оказалось взято с чеченского кладбища чеченца какого-то выкопали привезли ходу на мелко какой-то а как же или сей игры или сей что или сей а к его телу коснулся и воскрес ну что они стали резать или сей домой потащили нету все закончилось закрытая история его а где он сейчас находится нигде я наступник сжег его вместе с иоанным крестителем сжег ничего нету доигрались не надо а он то не виновен вот это определенно и четко и поэтому где бог говорит где бог говорит там ведь помимо того что в прах возвратишь еще много других слов которые если мы вот это отвергаем мы тоже за ними должны сказать что и это неверно конечно так это не только это мы считаем в других местах похоронили таково и как но было где-то в ветхом завете нигде а повеление было нигде вот андрей кураев все это подметил в моих книгах и он и на тиграть ничего нового не придумал он поднял целая пласты которые мы засыпали забыли и он поминает это что сколько святые было сам то не знает у меня взял которые запрещали категорически брать умоляли не брать ни одной волосинки и это согласно слову божия прах то и в прах возвратишься ты его никуда не избегай опять прах в прах вы его в прах не даете возвратиться не даете возвратиться ему в прах а его разнесли там по разным в мощевики значит сам по себе крест уже не имеет значения такого большого а вот туда они там положили отрезали положили это православие наше такое ужас я как-то сегодня говорил вот если бы ну я как-то по другому верил и баптист был я бы слово баптист боялся произнести а я сейчас уже православным боюсь произносить вот есть великодержавники одни а они такие образованные тут я был у одного а он зам главы администрации у сурикова заместитель прямой журнал вот этот читал показывает я считаю там а там прямо написано мы за православие но против христианства это такое разделение так четко и ясно христианство нет дизлайки а православие да вот так тут я бы не знаю даже а вот касательно клятвы я вам сбросил беседу нашу вот вы почитали посмотрели касательно клятвы понимаете он он не нормальный человек он не слышит не видит я ему не нужен и ты ему говоришь митрополит серьги дает такую характеристику его это не касается он не может он на этом зациклен он там это удаляюще прочитал усыпился а тут может быть шаман какой то он играет эти шамане песни то там где я гляжу у веры то никакой нету самое отвратительное место на земле люди думают может чья трулетка нет миссионерские отделы самое богопротивное я им просто говорю ну вы верите что апостолы были миссионеры ну да ну нельзя сказать что не апостолы не были миссионеры а по сколько ходили по два по два и когда марк заартачился где то павел отверг его взял силу а варнава взял марка опять по два кирилл и мифонии идут сколько два господь избрал еще семьдесят и по два послал на проповедь по два вот это миссионерский отдел два и вот они сидят зарплату получают выдумывают а им надо обязательно в кого то вцепиться сказать я работаю миссионер а я вот повалил там с дворкиным там соединились они ну ладно ну добили сняли сан с головина что изменилось то вы что то этим людям дали которые к нему ходили нет конечно кинулись на Ткачева тот сразу дал по пятную но теперь он нагоняет то что упустил он сейчас будь здоров там выкладывает им это еще не одно им башку расколет он дальше сказал не так проститутками назвал гражданские браки Смирнов то как они задели его они просто найти и убить я гляжу он сидит в студии такой потерянной доказывает да нет да я только вот то то ли помирать не хочет чего он боится так тогда на вторую букву альфа это назвал Степаненко то как они заиграли женщину то почему то потому что церковь то забита такими а их архиерей его сразу снял с миссионерского отдела то а он после этого приехал и крещение принял видите начинают в виде пророчества за что Игнатия убьют если он не изменится то есть спукает сатана я должен измениться а в чем я должен измениться ну конкретно а вот Павла и Адельгейм это убили ну Павла убили а я живой так а зачем он принимал сумасшедшего в своем доме принял один он бросился на ножом и зарезал его тем более без ноги зачем ему это надо было понимаете вот ну во всем какая то такая пошлость вот прямо даже говорить боязно ну зачем ну прямое слово Божие вот сейчас выставили ролик там где патриарх то сидит сейчас у них там какое то совещание то было ну и заметили как красноголовый сидит и все как то вы не знали кто а кто то говорит да он говорит со мной вот со мной он беседовал ну и правда я ткнул а я уж забыл эту встречу то и он правда и говорит что это я ему сказал когда вы знаете почему на правую руку на щелота Ефрем Сирин говорит кто принял очертания не перекрестится он сидит баптист и сразу перекрестился от никакого труда нет вот смотрите иконы да тащите все иконы перецелую вам сейчас ну молодец какой вначале крестик да крестик самый легкий я надел но тут то я его застрял когда я ему начал доказывать что он не церковь главное то не церковь ну я материал то сбросил дальше то я не знаю считал он или нет но после прочтения материалов которые я даю и остался в прежнем состоянии это большой грех на себя взять это значит не верить ни святым ни священному писанию ни канонам ни житиям вот четыре вот эти параметра нужно взять ну вот Игнатих насчет клятвы все таки клятва что говорит нам священное писание об этом о клятве не клянитесь вовсе вот бери и дальше не указать не клянитесь да да нет нет да это и клятва наша а если ты неверный то никакая клятва не поможет Ян Златоуст я вам выкинул сколько вы привели сколько там мест из каждого тома страница том страница Златоуст говорит на порог храма не пущу кто клянется я обещаю за 10 дней я истреблю ни одного не будет здесь клянущегося зачем ему надо что а воевать надо да ты иди воюй Господь говорит не клянитесь вовсе там написано исполняй клятву это а я говорю вам а я это означает поворот сделал а я не клянитесь вовсе ни небом ни землей ни царем ничем даже волос не можешь сделать черным белым да никуда из этого стиха не выходить никуда так Господь сказал не клянись а ты клянешься а ты кто антихрист потому что анти против Христоса анти против него идешь ты вот зажми вот этими клещами из него почищет не надо никаких доводов святые все я вам покажу которые там у меня целые реестры которые против клятвы вот там длинный такой у меня лента все что сказал там Василий Великий Ирин Средонский Блажен Августин все подряд говорили против а этому то зачем чтобы оправдать то что посылает на войну людей и один то покаялся священник то он архимандритом был кисляков то спиридон и теперь он кается падает первую то мировую я благословлял людей я лгал на смерть что я делал он кричит и вопит ему Бог открыл это а почему ни один полковой священник в армии во флоте почему не покаялся вот и все пророчество ну вот они говорят он говорит то что что типа Господь запретил только клясться там небом землей а именем Божьим можно как это откуда взят не откуда не надо повторять это богохульники не надо разговаривать у него веры нет он клевещет на Бога отойди от него он проклят бойся эти люди опускаются нише дьявола они ложу пытаются по имимикрию сделать под Христа он говорит не клянитесь вовсе не то что вот этим можно вот этим нельзя клясть нет вовсе не клянитесь ни жертвенникам ни жертвы ничем никуда не надо уходить один стих его опять а вы клянетесь вы против Бога идете докажи ему что он богохульник и тема закрыта дальше не разговаривать до свидания передаю тебя в руки Божьи Господь разберется с вами нас Бог послал не убеждать а быть свидетелями и поведут вас для свидетельства я сказал он не принял от меня уже ничего не зависит юридика после первого второго разумления отвращаюсь я после первого отвращаюсь мне противно с ним быть он уже труп зловонный вот именно что читаешь ну явно прямой смысл ну как так выходит что человек читает и не видит прямой смысл ну как я не знаю много слишком много много нагромождений что ли почему вот и видит именно не видит того прямого смысла потому что обращения не было по Библии вот я сейчас рассматриваю сейчас только с Володей говорили вот я не знаю как но Библию дали мне они обедают а я зашел в комнате а они на кухне они заходят я уже готовый это то что я искал для меня зазвучали глаголы небо я не слышал но для меня Богу превратились в звуки я встал на колени попросил Бога он стер мою программу переформатировал все другое стало у них этого не было не было встречи с Богом а раз не было ну и он блуждающий вот Алексей блуждающий его ничем нельзя убедить он молитвы развозит набирает с деньгами конечно отовсюду присылают есть один коронный стих который никто не перешагнет я сегодня на богослужении были а там маленький мальчишка у нас маленький бегает Мироном назвали а сестренка Варвара и вот сейчас начинаешь я ну вот прямо не знаю вот у нас четыре штеца и два из них Игоря Владимировича а остальные просто Игорь Александрович а не Игорь мода была такая вот я вспоминаю как было почему потому что и здесь даже нет интереса никакого называют именами которые не существует даже там Римма Инна а это мужские имена даже этого не знают ну почему потому что не по календарю не по святцам сами выдумывают а какие имена забыты ну вот даже я молюсь допустим и сразу Игорь 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 это когда она приехала как тебя девочки назвать Айша второй Айша и она человек десять все одна Айша как у нас потеряете шесть коров из них пять зорьки ну ну никакой фантазии то нету это я простое ну 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 вы видели да в беседе он такой прием применял то есть стравить меня с церковью то есть берет и говорит вот каноны типа позволяют правило то что в мощевики там это раздроблять а ты говоришь что нельзя и вот ты против церкви то есть а священное писание как бы канон это не церковь канон это не церковь канон не церковь потому что епископы которые на соборах были сейчас составили подписи вместе с еретиками вот мы считаем канон Андрея Критского я задал в Москве даже Кириллу Сахарову а с чем вызван этот канон как вызван ну он же покаянный он для оглашенных его долбят каждый год для оглашенных он не для верующих канон этот а почему он Андрей подписал анафему шестому вселенскому собору анафему ему анафему за это самому а потом одумался и вот откуда и вышло 50-й псалом помилуй меня Боже и Бог выбил из него вот эту зигзаг молнии и вот мы написали то же самое все 254 события но только второе это благодарение за те же самые события и третье словословие и припев благодарю тебе Боже наш а третье слава тебе Боже наш слава тебе а первый простительный второе это уже для человека принявшего Бога а третье уже готового встретиться со Христом сейчас а почему никто до вас не записал я их легко задеваю я говорю потому что я еще не родился вот сейчас насчитывает Сергей представь комментарии блаженному афифилакту 900 лет и никто не додумался а почему тот же самый ответ а ответ комментарии то какие 297 комментариев и на что на слова блаженному афифилакту усиливаю их и сейчас отдельно будут уже кажется 11 роликов он набрал это довольно вместимый будет я думаю что там не менее как 15 будет роликов Сергей насчитывает как я решился тогда все собрать и в пятый том отдельно вложить даже не могу понять почему я это сделать решил а сейчас он берет подряд считает некоторые вещи вообще не могу объяснить никак просто было какое было чувство в это время не знаю ну все тема закрыта ну да так береги себя и никогда не встревай с ними мне от этого ущерба нет что он там говорит кряхтит там или что то делает ну он другого не знает я сразу помолился о нем и успокоился им не дано познать я отвечаю одно не прописан на небе человек который прописан он к подобным себе летит птица слетается к подобным себе а он ко лжи я с одним священником говорил ну он там воевал против меня а потом пришел стал с нами молиться я говорю вы говорили что у нас нет икон он говорил я говорю зачем говорил а чтоб к вам не ходили а говорил что у нас епископа нет говорил а зачем чтоб к вам не ходили а когда стал ходить ну что скажешь то немощный человек ну ко мне не стали ходить ты делал думал хорошо а чем кончилось тебя посадили а я теперь тебе передачки ношу куда идут перед архиереем и иду к прокурору края о нем ходатайствую я о Владимире Суртаеву говорю ой 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 следователь который вел его дело с Китманского района ну и меня пригласили чтобы я убедил его чтобы он отдал все что наворовал то ну он согласился а когда я ушел следователь говорит мы только за дверью он говорит ну как же я отдам когда это мое вот какая логика если что зажал не вырвешь ну оторвали вместе с рукой в любом вопросе находить точку опоры вот еще какую то тему избери ну на меня что за монашество очень даже легко доказывать господь сказал идите по всему миру и пропадать евангелие всей твари а это апостолам сказано да нет деяния апостолов 8 глава 4 сих говорит апостолы остались в миру салиме как наиболее сильные а там самое большое гонение а рассеявшиеся 84 ходили и благовествовали вот оно все кто сказал что за стенами сидеть разговаривать нельзя в столовую идут нельзя во время да нигде нельзя молчание золото дороже поста и молитвы послушание ави я говорил проповедь в этом в тбилиси а монахи сидят ну а я и брякнул там я говорю это хуже сатанинского потому что против сатаны господь говорит изгоняется постов и молитвы а сатана говорит нет послушанием от этому ави то есть самое главное оружие выбивает из рук и они сидят голову опустили а потом мне отец на уме говорит ой как они начали потом бунтовать я говорю докажите слова пост и молитвы главное оружие против дьявола а тогда уже и молитва все остальное придет милостыни ну давайте до конца договаривать итак господь уходя на небо делает завещание сидите и всей церкви один монастырь получился на десять дней и ждите обитованного духа святого и дух святой придет и научит и обречетесь силою свыше и когда он сошел дух святой и заговорили и полетели вот и все все монашество кончилось первая попытка была монашество на горе фавория святой когда действительно это фавор сделаем три кущи но не получилось сорвалось ну а тут десять дней все сидите и ждите а тут две тысячи лет сидят что они ждут то духа святого нет уже все проиграли вот смотри сюда ни один проповедник не пришел татарстан то был бы весь православный на севере то прошли так там мусульман то практически и нету а здесь ну узбеки лишние не были таджики азербайджанцы ни одного Андрей Кураев об этом говорит перечисляет и говорит за две тысячи лет церковь не канонизировала ни одного мирянина если только его не казнили ни одного а почему было не канонизировать начальник таможни взятки не берет дети послушные он достоин канонизации когда Антоний то вот себе возомнил что если такой как я господь то его послал в селение пойдешь тут на углу первое и он женщина то спросил которые выше его оказались а мы ничего не делали мы сегодня только ложа разделяли один и два брата а мы разные пришли с разных сторон и ни разу не поспорили ни одна другое борщом не плеснула в лицо и поварешка не ударила и в глазах божьих оказалось выше Антония Великого не мысли мое дело а у них это есть заглатывал враг помнишь как Ефрем Сирин тоже сидел сидел и а если такой как я а господь говорит и сказал иди-ка первый встретишь тот тебя научит помнишь помню и женщину встретил не просто женщину она с работы ночная бабочка и он тогда дальше-то идти встал уставился и она стоит смотрит а ты почему на меня смотришь я взятые с ребра на тебя я смотрю а ты взятые с земли гляди в землю ух развернулся вот это отбрила она его пошел а я чего себе подумал то надо сцепляться вот за это Феофанда Творник сказал Бог говорит я благословляю а человек священник говорит не благословляю что будет утверждено на небе почему не не считая вторую главу Малахи Бог говорит я проклинаю ваше благословение проклину и уже проклинаю как не испугались ни один священник в храме не считал это а почему 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 догадайся почему вот сейчас пост начинается великий послезавтра и сейчас по всему интернету много очень священники выступают по поводу этого поста и вот я сколько не посмотрел уже второй уже какой просто умалчивается абсолютно реально как что об этом говорят каноны церкви говорится что сейчас пост только он современный для современного человека это уже не то что было раньше здесь то же самое получается выбивает оружие против дьявола единственное потом никто не говорит как надо поститься правильно и то что нельзя по другому поститься старообрядцы ни один не будет говорить как они говорят но тут старообрядцы примером могут быть они пост не нарушают совсем они строго держатся ну все брат а вы вы же прочитали тоже вот вышел человек один на елену перлыгину тоже напал там ее стал обрабатывать будь здоров я вам скидывал да да я я все это прочитал но там говорит какую-то он обработал она ушла он сказал ты давай украшайся не смотри что ты верующий ты должна ходить чтобы у тебя секс был правильный чтобы муж там буквально у ног твоих плавал то есть он развратитель какой-то она слушает и все это церковными цитатами дьявол в штанах или без штанов это беснование какое-то я вот удивляюсь кому-то обострение какое-то но главное разговаривать то дальше то как зачем же ты с ним разговаривала Ева ну договорилась с чем кончилось израиль вышвырнул Господь их так и это не надо это не надо муж говори значит ты слушайся надевай брюки красься все делай у вас секс будет полновесный он учит прямо все называет своими именами ему можно только сказать одно язык духовная академия человек в духовной академии учится ну вот так вот прямо учит открыто а возьми пархоменко как-то говорит выходит вы ветхий завет не считайте не верьте это еврейские басни его не запрещают ничего как это так ну и же он же выставляет островские вот они два ужасные богохульники ну все благодарю Игнат Тихонович пойду я тоже в храм давай с Богом все с Богом завтра день переговорим у меня важная тема с Богом